Когда в вашем окружении находятся, скажем так, в кавычках партнеры под видом поддержки ваших интересов и целей преследующих именно свои какие-то корыстные интересы то это уже называется медвежьими услугами оказываемые вам на пути к достижению цели Вы находитесь на канале All Dutchman и сегодня мы с вами поговорим о том что Финляндия закрыла границы для всех мигрантов пытающихся нелегальным способом попасть на территорию этого государства Итак, в обход всех инструкций Европарламента правительство Финляндии перекрыло ни с кем не договариваясь границу между Финляндией и Россией с целью недопущения вот этой волны неконтролируемых мигрантов будь то россияне или какие-то другие граждане мусульманских стран например на территорию государства Финляндия с целью дестабилизации обстановки с целью нарушения суверенитета государства и с начала войны между Россией и Украиной на территорию Финляндии особенно в первый год прибыло свыше двухсот тысяч россиян беженцев которые высказывали свое негативное отношение к войне высказывали негативное отношение к России но вдруг почти половина этих беженцев начала внезапно ходить по улицам на демонстрации в поддержку России и размахивать российскими флагами Финляндии это не понравилось потому что раз они предоставили убежище для людей которые не согласны с политикой Кремля то почему тогда эти люди вдруг через некоторое время начинают размахивать российскими флагами и кричать что Россия самая лучшая страна кто вас звал в Финляндию кто вас там держит второй вопрос вернее второй пункт почему Финляндия закрыла границы с Россией это нелегальная волна вот этих вот мусульманских беженцев не важно будь они из Афганистана из Пакистана, из Сирии или еще откуда идущих транзитом через Россию в страны Евросообщества несмотря на то что Европарламент требует чтобы каждая страна Евросообщества принимала на свою территорию определенное количество мигрантов в год Финляндия сказала вы знаете мы не против принимать таких мигрантов но если они будут вести себя точно так же как сейчас это делается в Германии то между нами мальчиками и девочками ну его все нафиг и они просто усилили охрану государственной границы между Финляндией и Россией и перекрыли скажем так кислород кому они перекрыли кислород? вот этим вот таджикам, афганцам, пакистанцам стремящимся попасть будем открыто говорить на халявный шведский стол Финляндии получать пособие ходить на вот эти вот бесплатные социальные столовые получать еженедельно сумку продуктов не платя за это практически ни копейки и жить от пуза подтверждением тому что такие случаи с мигрантами происходят повсеместно статистика немецких преступлений вернее на территории Германии совершаемых преступлений вот этим мигрантам практически каждый день в том или в другом городе Германии происходит или нападение с ножом или изнасилование или ограбление предпринятое со стороны нелегальных мигрантов проникших на территорию Германии в отношении других слоев населения то есть будь то немцы будь то украинцы будь то русские или еще кто-нибудь кстати русских почему-то вот эти мигранты боятся трогать наверное знают что немцы законопослушные граждане и если ударишь немца он тебе как в Библии написано подставит вторую щеку для того чтобы ты его ударил по второй щеке они прекрасно понимают вот эти вот особенно афганцы что если русского ударишь то огребешь по полной программе и лучше к этому русскому не подходить поэтому многие русские которые живут здесь в Германии удивляются когда слышат допустим что я говорю вот там-то и там-то произошло то-то и то-то здесь и здесь произошло вот это вот они удивляются как это так у нас же с нами-то ничего не происходит а вы попытайтесь вести себя так как коренное население так как настоящие немцы попытайтесь перенять их манеры и потом посмотрим будет ли с вами что-то происходить или не будет так вот Финляндия возвращаемся к Финляндии решила не проводить такой вот социально-государственный эксперимент на своей территории им достаточно того что к ним на территорию страны уже прибыло с буквально 2016 года по сей день почти полмиллиона вот этих вот транзитных мигрантов очень многих из них они отправили обратно кому-то предоставили возможность переехать дальше в Германию в Швецию, в Норвегию большая часть вот этих вот мигрантов осталась в Финляндии и многие из них просто-напросто не хотят работать Финляндия само государство довольно-таки миролюбивое сам финский народ так же как и эстонцы тихие спокойные спокойные добродушные люди если тебе что-то нужно от Фина подходишь к нему спрашиваешь он говорит вот видишь он стоит работает на поле вот видишь стоит там дом зайди возьми у меня в доме то что тебе надо и потом скажешь мне они на ночь многие дома в деревнях даже не закрывают на замке зачем закрывать если все друг друга знают если если кому-то что-то к примеру какой-то строительный инструмент нужен люди берут не воруют люди берут и попользовались и возвращают обратно это Финляндия это Финляндия в Германии такого нет в Германии даже в деревнях приходится закрывать дома на замок и многие люди удивляются тому что как это так Финляндия вот сейчас перекрыла у себя границы а что будет если Европарламент Финляндии скажет ай-яй-яй мы вам обрежем финансовые какие-то помощи или спонсорские поддержки ваших государственных проектов на что Финляндия уже сейчас заявляет что в первую очередь для финского правительства важную важная задача перед финским правительством стоит в том чтобы сохранить суверенитет государства и не допустить разложения финского общества на какие-то прослойки которые будут или с одной стороны поддерживать вот этих вот мигрантов или радикальных исламистов с другой стороны будут потакать вот этому неконтролируемому наплыву волны мигрантов со Средней Азии и с Ближнего Востока примером тому служит Швеция в городе Мальмё очень много мусульманских иммигрантов которые живут там уже десятилетиями и есть районы вот кто живет сейчас в Швеции не даст мне соврать в городе Мальмё есть районы куда простым шведам просто-напросто опасно заходить туда даже полиция боится заезжать потому что там вот как для сравнения как сектор газа если полиция заедет туда на машине то старается скорее оттуда выехать потому что в лучшем случае в полицию полетят пустые бутылки и камни в худшем случае полицейских и забьют шведское правительство все это прекрасно знает но ничего не может сделать так как оно подписывало различные конвенции различные финансовые экономические договора с Европарламентом с Евросообществом и если оно пойдет в разрез с миграционной политикой Европы многие проекты в Швеции просто-напросто заглохнут истощаться потому что не будет финансовой поддержки со стороны Евросообщества многие это знают но ничего сделать не могут как говорится деньги правят миром если бы не вот эта вот ситуация то может быть люди смотрели бы на свои вот эти вот страны на свои вот эти вот обстановки криминальные или социально-политические несколько иначе но когда в правительстве находятся люди видящие перед своими глазами шуршащие денежные купюры большим достоинством у них сразу почему-то отключаются мозги опять-таки плюс в сторону финского правительства они можно сказать не не боятся того что Евросообщество где-то в какой-то степени перекроет им или какие-то государственные проекты или какие-то инвестиции вливаемые в развитие этих государственных проектов они просто хотят чтобы в их стране было и далее тихо и мирно и криминальная обстановка не повышалась а наоборот понижалась повышается она за счет прихода вот этих вот мигрантов которые приезжают не только туда но и в другие страны Европы и начинают тут же устанавливать свои правила свои законы выставлять свои приоритеты которые в первую очередь по их мнению должны отвечать их целям и их чаяниям а не адаптируются под законы и традиции той страны в которую они приехали буквально неделя как Финляндия перекрыла границу с Россией буквально неделя прошла посмотрим как события будут развиваться дальше мне даже самому интересно на это посмотреть вот так вот со стороны что скажет новоизбранная председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен которая благодаря своим вот этим вот вспыльчивым поступком тратит сумасшедшие миллиарды денег на закупку какой-то сомнительной прививки против коронавируса 7,5 миллиардов следствие до сих пор ведется если бы ее не переизбрали на второй срок она бы можно сказать приземлилась бы на скамью подсудимых потому что прокуратура которая относится к Европарламенту именно вот эта госпрокуратура она еще дело по вот этому исчезновению 7,5 миллиардов евро не закрыла они будут дальше собирать документы они будут дальше вести следствие и ждать момента когда Урсула фон дер Ляйен просто-напросто освободит пост председателя Еврокомиссии и вот тогда за нее возьмутся уже всерьез рано или поздно возмездие приходит даже к таким высоким политикам как вот эта малорослая женщина метр пятьдесят ростом помоем что-то такое вот такие вот дела на сегодня у меня все не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями нажать на колокольчик поставить лайк поставить свой комментарий кто желает стать спонсором нашего канала есть в описании каждого видео ссылочки на доноты или QR-коды в конце каждого видео и пожалуйста я вновь начал удалять людей отправлять их в бан потому что приходят многие граждане других религий и начинают высказывать что они прибегут сюда толпой восседающей на табуне осликов и перережут всех христиан потому что христиане не понимают что ислам миролюбивая политика таких людей я просто-напросто опять начал отправлять в бан не используйте слово фашисты расисты неонацисты или еще что-то потому что такие слова вместе с комментариями уходят в спам в спаме они тоже уничтожаются вот это все что я хотел вам на сегодня сказать будьте нам здоровы и не болейте всем удачи пока